Здравствуйте! Вы смотрите программу Амперметр. Новости из мира электрического транспорта за минувшую неделю. Сегодня в программе. Дания призывает Европу отказаться от традиционных ДВС к 2030 году. Организация Consumer Reports вновь разочарована Теслой. Водородная модель Toyota Mirai стремится в премиум класс, а электромобиль Toyota LQ удивляет футуристичным дизайном. Украинский суперкар Miracle The One готовится к дорожным тестам. Самый эффективный электромобиль в мире и новый электромотор с КПД 96%. Досмотрите до конца, вам понравится. Чемпионами по внедрению электрического транспорта в Европе являются скандинавские страны. Электрификация сопровождается интенсивным развитием возобновляемых источников энергии, в частности ветроэлектростанций. И, похоже, потомки викингов собираются сделать следующий шаг на пути климатической нейтральности. Правительство Дании призвало другие страны ЕС поэтапно отказываться от дизельных и бензиновых автомобилей, а к 2030 году ввести полный запрет на продажу авто, оснащенных двигателями внутреннего сгорания. Как считает датское руководство, без этого невозможно будет выполнение ранее поставленной цели. К 2050 году сделать Европу первым в мире климатически нейтральным континентом. Заинтересованность Дании в чистой энергии и чистом транспорте объясняется реальной угрозой, которая нависла над страной из-за глобального потепления. Таяние ледниковых шапок на полюсах приведет к полному исчезновению страны. Ее затопят из-за поднятия уровня мирового океана. Идею скандинавов уже поддержали 10 стран Евросоюза. Как заявил министр по охране окружающей среды Дании Дэн Йоргенсен, если ЕС не может договориться о введении запретов на всей территории Союза, следует вводить подобные ограничения хотя бы на территории отдельных стран. В планах Дании создание альянса с государствами, которые поддерживают идею отказа от традиционных ДВС. Взаимоотношения известного производителя электромобилей Тесла с авторитетной некоммерческой организацией Consumer Report, защищающей права потребителей США с 1936 года, становятся все более непредсказуемыми. Consumer Report то хвалит электромобили Тесла и рекомендует их покупки, то ругает их и дает противоположный совет. Очередной поворот сюжета в этой мыльной опере произошел, когда эксперты Consumer Reports назвали новую функцию, вызывая автомобиль из парковки Тесла Smart Summon глючной. Такой вердикт был вынесен после нескольких дней испытаний как на собственных объектах, так и на стоянках. В процессе тестирования было установлено, что функция вызова автомобиля работает только периодически. При этом иногда автомобиль путает парковку с дорогой общего пользования и отключает ее. И хотя Smart Summon ведет машину на низкой скорости, случается, что автомобиль блуждает как пьяный или отвлеченный водитель и иногда поворачивает в противоположную полосу. Представитель Consumer Reports Итан Дуглас зашел так далеко, что обвинил Тесла в бета-тестировании своих автомобилей на широкой публике и указал на многочисленные случаи, когда использование Smart Summon владельцам приводило их к столкновениям, пусть незначительным. Компания Тесла под давлением множества негативных отзывов вынуждена была уведомить своих клиентов, что использовать эту функцию можно только в том случае, если они стоят на расстоянии не более 200 футов, около 60 метров от автомобиля и имеют четкую линию обзора. Тесла также предупредила пользователя о необходимости постоянно следить за своим автомобилем и окружающей тыловкой и быть особенно осторожными с быстро движущимися людьми, велосипедистами и автомобилями. В случае, если они заметили препятствия, следует лишь убрать палец с кнопки Smart Summon и предотвратить столкновение. Toyota наконец-то раскрыла подробности нового автомобиля на водородных элементах Mirai 2021 года. Если дизайн предшественника новой Mirai сравнивали с Toyota Prius, то сейчас ставят в один ряд с Lexus. Автомобиль стал длиннее и на 30% был увеличен запас хода. Изысканным выглядит и салон, дорогие материалы отделки, акустика JBL, мультимедийная система с дисплеем 12,3 дюйма и так далее. Под капотом все та же фирменная система Toyota Fuel Cell, которая, по словам производителя, сочетает преимущества топливных элементов и гибридных технологий. Мощность такого блока, состоящего из 370 ячеек, составляет 114 кВт. При необходимости питание топливного элемента может быть направлено прямо на электродвигатель или на бортовую никель-металл-гидридную батарею. Электромотор на задней оси способен развивать мощность 113 кВт и 335 ньютон-метров крутящего момента. Правда, это не позволяет похвастаться скоростными характеристиками. До сотни Mirai разгоняется за стандартный 9 секунд. Модели ожидают в продаже. В следующем году предполагаемая цена на автомобиль составит более 60 тысяч долларов. Вот только пока непонятно, как автомобиль собирается завоевывать рынок в условиях неразвитой сети водородных заправок. Вот только стоило похвалить второе поколение Toyota Mirai за адекватную и приятную внешность, как тойотовские дизайнеры тут же доказали. Они не собираются отказываться от вычурного и футуристичного дизайна в новых моделях. Модель LQ является логическим развитием концепта Toyota Concept-i, представленного еще в 2017 году. Новинку можно будет увидеть вживую на Tokyo Motor Show в конце октября. Электромобиль весит 1680 кг, он вмещает 4-х человек и способен проехать до полного разряда батарей неназванной емкости порядка 300 км. Одной из главных фишек концепта Toyota LQ выступает встроенный искусственный интеллект Yui, который обучается во время взаимодействия с водителем, чтобы впоследствии установить тесную связь человек-машина и обеспечить персонализированную поддержку и естественно автономное управление 4-го уровня. Yui будет отслеживать эмоциональное состояние водителя и уровень стресса, чтобы в случае необходимости обеспечить необходимую безопасность и комфорт. В частности, Yui будет использовать интерактивную голосовую связь, встроенную в сиденье систему массажа, подсветку салона, кондиционирование, даже ароматы и музыку. Система автоматического вождения 4-го уровня Sae 2 Level 4 позволит водителю вовсе не прикасаться к рулю от начала до завершения поездки. Концепт Toyota LQ также оснащается дополнительной реальностью от Panasonic, массажными креслами с вентиляцией от Toyota Bushoku, информационной умной подсветкой салона и прочими приятными опциями. Другие подробности о новинке станут известны после мировой премьеры. Компания Miracle Auto, офисы и производственные площадки, которые находятся в Киеве, представила концепт электрического суперкара Miracle The One. По словам основателя и главного инженера Miracle Auto Александра Бабченко, Miracle The One – первый украинский электросуперкар, не имеющий аналога в мире. Miracle The One выделяется в первую очередь дизайном в стиле болидов 50-х годов, с открытой хромированной подвеской, центральным положением водителя и спицевыми дисками. По основным техническим характеристикам Miracle The One почти полностью повторяет легендарный Mercedes Silver Arrow W196. При этом Miracle The One, будучи полностью электрическим, оснащен парой электроматуров на задней оси с суммарной мощностью 220 кВт и пиковым моментом 500 Нм. Источником питания выступает аккумуляторная батарея емкостью 50 кВт-часов, одной зарядки которой должно хватить на 500 км. По крайней мере, так заверяет Miracle Auto. Кузов автомобиля выполнен из углеродного волокна, что гарантирует высокую прочность при минимальном весе. При этом машина двухместная. Пассажир может разместиться сзади водителя, где установлено дополнительное кресло. Сейчас команда из нескольких инженеров работает над созданием первого теста автомобиля, который планируется выпустить на дороге уже в 2020 году. Всего же Miracle Auto планирует собрать только 500 экземпляров, приступив к отгрузкам первых машин клиентам в 2021 году. Цена уже известна 105 тысяч долларов. Доплатив еще 12 тысяч долларов, можно оснастить машину скоростным блоком, который позволит кратковременно, на несколько минут, поднять мощность двигателя до 612 лошадиных сил. Ежегодное соревнование Delsby Electric Competition собирает студентов, которые строят новые или совершенствуют старые конструкции электромобилей, движущихся по рельсам и потребляющих минимум электричества. На очередном мероприятии выявлен новый лидер, похожий на инопланетный космический корабль электромобиль Eximus 4. Машина была создана студентами технических университетов Доралма и Чарнлс и показала рекордный результат, эквивалентные 687 миль на галлоне, расстояние в милях которой автомобиль ДВС проходит на одном галлоне топлива. Если перевести в привычное нам исчисление, то этот показатель составит 340 грамм бензина на 100 километров. По условиям конкурса инженеры создали шестиместный электромобиль, вес условного пассажира около 50 килограмм, который должен проехать 2 мили 3,2 километра по металлическому треку. По словам организаторов, рельсы используются вместо дорожного покрытия с целью уменьшения сопротивления. Шведской команде удалось победить в соревновании за счет использования легкого корпуса из материалов, используемых в самолетостроении, и предварительного тестирования моделей в аэродинамической трубе для повышения показателей обтекаемости корпуса. Новый мировой рекорд для энергоэффективности транспортных средств составил 0,063 ватт в час на человека на километр. Это означает, что пассажир данного транспортного средства сможет переместиться на 75 километров на энергии, которая содержится в одной чайной ложке бензина. Долгое время электромоторы имели традиционную конструкцию, которая широко применялась во всем мире. Но бельгийский стартап Magnax разработал новый мотор, который теоретически может получить гораздо большую мощность и крутящий момент, и сделал его коммерчески практичным. Для сравнения, удельная мощность мотора Magnus составляет 15 кВт в час на килограмм, в то время как у электродвигателя BMW i3 этот показатель меньше в 5 раз – около 3 кВт на килограмм. В стандартном электромоторе внутри статора размещен ротор. Чтобы уменьшить вес, размер и стоимость мотора, электромагнитное воздействие необходимо было фундаментально пересмотреть. Это как раз то, что и сделали в Magnax, создав безъякорный электромотор с аксиальным потоком. Специалисты разместили статор в прокладке между двумя роторами. При таком расположении статор просто действует как носитель электромагнитных потоков, а не ярмо ротора. Устранение ярма, в данном случае стального цилиндра, который составляет около 2 третей массы статора, экономит огромное количество веса. В результате более чем вдвое увеличивается удельная мощность мотора по сравнению с более ранними осевыми двигателями с рычажным креплением, и в 4 раза по сравнению с традиционным двигателем, как например в BMW i3. Эффективность обеспечивает прямолинейное направление магнитного поля от одного ротора через статор к другому. Также уменьшается износ металла. Для изготовления такого мотора требуется на 40% меньше меди и на 20% меньше магнитов. Разработчикам пришлось преодолеть ряд проблем, прежде всего механических. Возникли вопросы по охлаждению. В стандартных моторах тепло, как правило, выводится через каркас вокруг статора. В Magnax циклового элемента нет вообще. Здесь тепло выводится благодаря специальной конструкции медных радиаторов. Еще одной проблемой является непосредственно самопроизводство. Magnax сейчас строит собственную производственную линию, которая способна будет производить 25 тысяч новых электромоторов к 2022 году. А затем производственные мощности будут увеличены для производства нескольких сотен тысяч таких моторов. На сегодня это все новости из мира электрического транспорта. Следующую порцию получите через неделю. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Увидимся!